Здравствуйте, в эфире Радио Азатык. У нас сегодня в гостях председатель Судейского комитета Кыргызского футбольного союза, экс-ассистент рефери FIFA Бахадыр Кочкаров. Здравствуйте. Сначала хочу вас поздравить с 30-летием футбольного союза Кыргызстана. Вы получили памятную медаль за ваш вклад в развитие кыргызского футбола. Но давайте начнем все-таки с большого футбола наш разговор. Чемпионат мира в Катаре. С самого начала называют необычным, отличающимся от предыдущих. Начиная с того, что он проходит зимой впервые в арабской стране. Там, кстати, впервые женщина судила матчи среди мужчин на чемпионате мира. Как человек, который участвовал в чемпионатах мира, можете сказать, чем отличается этот турнир? Или всегда есть что-то, что отличает? Ну, есть большие отличия, которые мы судили в 2010 году и 2014 году. Вы прекрасно знаете, это новая технология. Ввели в AR-систему. И второе, оно необычное, что оно не летом, а зимой проходит. Потому что в Катаре очень жарко. В арабском мире прекрасно знаете. И вот FIFA решил провести его зимой. Тем более был номинантом Катар. И вот Катар проводят. И я думаю, что мы, когда мы судили, и сейчас про судество, я в основном все матчи смотрю, как судьи судят. Потому что это моя работа. И мы в дальнейшем хотели бы тоже во всем мире уже тренирование FIFA. Каждая конфедерация должна иметь в AR-систему. Наши соседи уже имеют. Это Казахстан, Узбекистан. Мы тоже заявку дали. И вы знаете, это непредсказуемый чемпионат мира. Прекрасно видите. И игры, как проходят. Там некоторые команды, которые давно должны были уехать, но они остались. Поэтому оно непредсказуемое, которое мы судили. И сейчас, еще раз говорю, вводится новая технология. Почему? Потому что во всем мире хотели честность. Вот вам честность. Поэтому это вар-система ввели, и там все определяется честно. Пенальти, не пенальти, красная карточка или так далее. И игры или так далее. Поэтому она на сегодняшней технологии быстро развивается. Но и в будущем так и будет. А это хорошо для футбола? Да, но видите, люди хотели же честность. Вот вам честность. Но многие эксперты и многие говорят, что про зрелищность исчезает. К этому надо привыкнуть. Понимаете? Люди к мобильному телефону потихоньку привыкнули. Городские телефоны уже никто не пользуется. Это время даст. Но это, я думаю, правильное решение ФИФА. И в будущем футбол, она будет честна. Потому что все хотели, чтобы судьи не ошибались. Но это игра, понимаете? Футбол это игра. И не должны забывать, что это игра. И судьи, и игроки имеют право ошибаться. Вот вы сказали про сюрпризы. Для вас какие команды вас удивили больше всего? Меня удивила Япония. Потому что мы все-таки за Азию болеем. Это Корея. Африканские команды это Сенегал, Марокко. Это вообще. Там футбол поменялся. И Америка. Соединенные Штаты Америки. Канаду смотрите, как футбол играет. Как футбол поменялся. И футбол во всем мире развивается. Те страны, которые... Вот Канада, например, в 2007 году в Ю-20 чемпионат мира была. Это Торонти, Ведминтони, Ваттайи. Вот эти ребята уже играют в основном составе. Вот тогда в Канаде, например, футбол не так уж развит был. Это был 2007 год. Сколько лет прошло. Смотрите, за какой-то срок уже страна играет на чемпионате мира. Это вообще классно. Это значит, страна, президент, государство, народ вкладывает деньги. И футбол очень... Африканские команды смотрите. Сенегал что творит. Марокко что творит. Испания где, Марокко где. Все, сюрпризов много. Да, а значит ли это, вот вы сказали про успех азиатских, африканских команд, Канаду, да, сказали. Значит ли это, что вот европейские и латиноамериканские страны больше не доминируют в футболе? Например, Германия уже второй чемпионат подряд даже из группы не выходит, например. Да, да. Бельгия, которая в рейтинге второе место занимает в мире. Бельгия. Смотрите как. Потому что футбол поменялся. Видите, еще плюс здесь. В каждой игре происходит, особенно в штрафной площади, одинсметровые удары, нарушения. Вар все показывает. Не все страны на сегодняшний день тренировались как по системе Вар. И в штрафной площади уже надо будет тренироваться и надо знать, что за тобой есть камера. Что есть камера, которая тебе покажет иной раз, ты нарушал или не нарушал. А вот эти... Это как бы давление... Это давление на игрока в каком-то смысле. А это его не сковывает? Нет. Ну, они же все хотели же честность. ФИФА к этому пришел. Вот вам честность. Вот, например, смотрите. Раньше в банке, к примеру, 20 охранников было. Ну, сейчас один охранник сидит, по камере смотрит. Вор почему не полезет? Потому что за ним следит камера. То же самое на игрока. Если он будет нарушать, следит камера. И все. И ему показывает его нарушение. Вар-система показывает нарушение. Пенальти, пенальти. Нет пенальти, продолжаем игру. Ну да, чуть-чуть темп игры и время продлевается. Но зато это честно. Понятно. У вас есть фавориты? Можете их назвать? Ну, я думаю, это все-таки Франция. О, мы сходимся. В Франции мой фаворит тоже. Но это, наверное, будет второй раз в истории, да? Если они выиграют, то что действующий чемпион становится второй раз чемпионом. Это будет второй раз. Хорошая команда со всех сторон. И замена. Видите, футбол – это командный вид спорта. И вот не все специалисты обращают внимание. Мы смотрим, я, например, смотрю на судейство. Кто как судит. Какие были ошибки. И что на себя взять. Тренер смотрит на состав команды, тактики игры и так далее. Но заодно я смотрю. Но французская команда очень дружная и очень дисциплинированная. Поэтому я имею в виду, в желтой-красной карточке у них наша дисциплина. В первую очередь в футболе дисциплина. Я помню, что показал. Смотрите, Корея показал. Это дисциплина. От дисциплины команды зависит победа. То есть вы как бы судейским взглядом оцениваете у команды Франции. Вот вы сказали, футбол – это командная игра. Сейчас много очень споров насчет Месси, Рональдо и так далее. Вы видите, кто может на их замену прийти? Кто их может заменить? Потому что уже мы годами смотрим на двух этих ведущих игроков. Ну, видите, там молодых ребят очень много. Но все равно пока я не думаю, что Рональдо, Месси, Неймер уйдут. Они еще не уйдут. Они всегда говорят, многие звезды, это последний матч чемпионат мира, туда-сюда. Но если они титул не берут, не завоевают, они хотят закончить свою любую карьеру. Спортсмен хочет хорошо закончить. Только что я читал, например, Али Резал, иранский судья, который два чемпионата мира судил. Ну, к сожалению, взял ошибку. Но это имеет право ошибаться. Он хороший специалист, хороший судья. Но вот видите, один момент, именно судейство. Он может его... Все. А футболисту нет. Ну, футболист ошибся, понимаете, не пробил, его через два-три дня забывают. Потом он дальше же играет. Ну, есть хорошие молодые ребята. Но я не думаю, что как... Вот, например, если меня многие спрашивают, кто из футболистов, которые в мире... Вот, сравнивают сейчас Месси с Марадоной. До Марадоны им очень-очень далеко. Покойнее. Как Марадон играл. Сейчас, видите, футбол чуть-чуть поменялся. Футбол, чем раньше был, сейчас поменялся. А лидеры, они... Без лидера, без Роналда Португалия выиграла. Без него выиграла. Он при последнем матче на скамейке сидел, смотрел. Поэтому я не думаю, что эти ребята... Да, они звезды, да, они дорого стоят в своем клубе. И, понимаете, за страну не за деньги надо играть. А за страну судья, любой футболист, любой человек, любой спортсмен должен за страну выступать. Не за деньги. А вот в клубе они, да, они хорошие деньги получают. Это две большие разницы. За сборную, это за Родину надо играть. Не за деньги. Вот вы сказали про ошибку судьи. Вот когда судья допускает какую-то ошибку в матче при судействе и понимает, что ошибся, вот как сильно переживает? Да. Понимаете, вот стадион Маракана, Азади, где 100 тысяч мы судили с Равшаном и Роматовым. 100 тысяч народ и 8 миллиардов человек смотрят по телевизору ваши действия и вас показывают. Вы когда туда выходите, вот когда мы выходим, вот это, может, громкие слова, лучше там умелеть, чем какую-то ошибку сделать. Это очень тяжело. И человек 2-3 килограмма вес бросает. И стресс большой, понимаете. И это, ну это тренировки, это работа. Сегодня, да, чуть-чуть судьям легко стало. Например, мы когда судили, мы тоже вот это 2-3 сантиметра вне игры определяли. Потому что это были тренировки. Это беспрерывная работа, тренировки, переживания. И хочется, чтобы быстрее время, вот это 90 минут, быстрее закончился. Это адские минуты бывают. Понимаете? Еще какая игра пойдет. Человек за 90 минут 22 километра бегает, судья в поле. Помощник 14-15 километров пристальным шагом бегает. И это очень тяжело. Но это мы работу мы выбрали. Но она еще свой кайф есть, когда тебя после матча в разборе игры показывают, что твои действия были правильные. Концентрация – это очень важно. Концентрация 90 минут, вы должны все забыть. Все, ничего не поменять. Ни больных матерей, ни проблемы дома. Все надо забывать. Этот человек должен переключиться на игру. Это не у всех получается. Малейшая расслабуха – все. Момент. Судья, если вы обратите внимание, многие не обращают внимания. Мозг, судья, быстрее работает, чем у летчика. Он свисток дает, фолл дает. Ему дается 3 секунды. 3 секунды. Раз, два, три. Он должен фолл показать туда или сюда. В какой сторону нарушение было. И при атмосфере. При большом давлении. Понимаете? Это очень тяжело. Многие на это не обращают внимания. Раз вы про судейство спрашиваете. А футболисты, они свои функции выполняют. Это ползащитник, защитник, нападающий, вратарь и так далее. А контроль игры, дирижер игры – это судья. У вас есть любимый судья? Например, я знаю, что итальянский судья Калина, его очень часто приводят в пример, что он перед каждой игрой смотрел игры предыдущие этих сборных. Как-то там сам, наверное, настраивался и так далее. А у вас есть любимый? Да, конечно, мы многие судьи, некоторые ушли. Вообще судейство именно Калина. Но видите, он судья в поле. Я же на линии судью. Вот у меня судья на линии, в основном, помощник Шандерпуля был, венгерского судью. И у нас же местные судья, которых, к сожалению, нет. У моих учителя я восхищался, как они работают с флажком. И я, Абдаманаб Юлчебаев, покойный мой учитель, Бенар Александрович Султанбаев. Вот они четко работали. И я мечтал, как они. К сожалению, их нет. И любой судья, знаете, у него есть кумыр, но копировать нельзя. Копировать нельзя. Игрок может копировать финты туда-сюда, а судья не должен. Потому что футбол меняется. Каждым годом он меняется. Я вам еще раз говорю. Сейчас судьям, они меньше бегают, у них есть технология. А нам никакой технологии не помогало, кроме коммуникешнена и бип-сигнала. Поэтому в футболе есть тоже свои кумыры, а у судей тоже есть. Но судья желательно не должен видно быть. И он должен быть, где надо показаться, где надо дать желтую или красную карточку. И желательно, чтобы его не видно было, чтобы он не мешал игре. И любой судья, уважающий себя, он не должен показывать себя артистом. Игроки, да, имеют право. А судья желательно скромно должен вести себя. А как скромно, но вот в конфликтных ситуациях, как он должен себя вести, например, когда он кто-то там, та команда, скажем, соперник требует, чтобы там красную карточку дали второй команде и так далее. Как лавировать? Вы только что сказали про Калину. Мы тоже требуем своих молодых судей. И мы то же самое просматриваем FIFA в 2010 году, в 2014 году в Бразилии, в Лондоне на Олимпиаде. И нам давали по 15 минут тактики игры. Мы просматривали игроков, кто хитрит, кто хулиганит и кто симулирует. Мы изучаем команду и к этой игре готовимся. Судья, я вам еще раз говорю, она как дирижер должен быть. Если вы хорошую музыку хотите послушать, от дирижера зависит. То же самое в матче. Если где надо, он должен жестко, где надо найти слова, дипломатические слова. Желтый-красный показать легко. Его вытащить – показать. Но атмосфера игры, дух игры, в правилах это написано. И любой уважающий судья себя, он старается не раздавать эти карточки. Это игрокам, тренерам так кажется. Нет. Кто больше карточкой раздает – это не судья. А тот, который умеет разговаривать с игроком, успокоит его – вот это и есть судья. А менеджер – он дипломат. В таких случаях надо, понимаете, готов быть на все. Сейчас может такое быть. Фолт поднимется, ударит. Что надо делать? Кого надо запомнить? Это очень тяжело. Это тренировки. Беспроизведенные тренировки, тренировки, тренировки. Это не только судья должен делать и все. Нет. Там есть свои упражнения. Память, запомнить. Номера игрока. Кто первый ударил. Кто был защитником. Кто ушел. Кто с технического поля вышел. Поэтому есть номера, и они должны командную работу сделать и запомнить должны. Это очень быстро будет. Кто первый начал и кто последним ударил. Кого надо удалять. Понимаете? Это тренировки. Например, меня как тренировали? В троллейбус сажусь, я могу сказать. Четыре девушки, два ребенка. В троллейбусе два мужика. Все. Это память, 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 работа. Интересно. А вот как вы оцениваете назначение главным судьей женщины рефери? Да. Вот здесь был дебют именно на чемпионате мира французского рефери Стефани Фрапар. Это достижение? Достижение в футболе? Да. ФИФА вообще она демократичная организация. Она в религии, в нации, в расизм. И я думаю, не хуже мужиков она отсудила. Да. Но видите, Калина знает, кого назначать на этих игр. Вообще в Европе очень дисциплинированная команда. Если вы заметили, два европейских команды играть, европейцы могут судить. Многие вопросы задают, почему не нейтральный судят. Потому что в Европе культура футбола другое. Очень классно и легко судить. Только контроль игры и все. А чтобы женщинам доверили, а что здесь такого? Я думаю, это нормальное явление. И в Лондоне, когда у нас как раз она молодая была еще, у нас в Лондоне женский футбол был. И женщины, и мужчины на тренировке одинаково бегали, занимались. В 2012 году на Олимпиаде уже девушки судили. И у нас тоже самое в Кыргызстане. У нас есть девушка, Рамина Цой, она кандидата на чемпионат мира на следующий год в Новозеландии. Вчера она получила лучшую судью. И мы, если ФИФА никогда не ограничивает, не ущемляет права женщин или мужчин, это его девиз. Поэтому нормально. Да, я только добавлю для наших зрителей, что Рамина Цой получила, была признана лучшим судьей года. И это впервые в истории Кыргызстана. Такой случай, когда женщина-судья была признана лучшим. Вы согласны... Извините. Вы согласны мнениям... Вот вы сказали про расизм, дискриминацию и так далее. Конечно, этого не должно быть. А как насчет политики? Вы согласны с мнением, что футбол стал излишне политизированным? Мы видели это на примере Катара. Да, знаете, к сожалению, к сожалению, в футболе приходят и вмешиваются люди, которые не понимают футбол. Но они с деньгами, понимаете. Заложники любого клуба, любой сборной – это те люди, которые имеют деньги и те политики, которые вмешиваются. Раньше, например, вкладывали деньги, тренер своим делом занимался, менеджер и так далее. Все футболные люди были. Политика, когда, например, с другой стороны, Америка, Иран, да, вот сейчас раньше они футболками менялись. ФИФА до турнира обязательно проводит собеседование с каждой командой. По 90 минут с каждой командой инструктор приезжает. Это штрафы, желтые карточки, красные карточки, демонстрации несозумных браний, жестов. Это все оштрафуются из федерации футбола. Это большие деньги. Но у меня есть деньги, могу, что хочу делать, это неправильно. Я вам еще раз говорю, политизировать футбол – это неправильно. Футбол – это игра. Даже любой вид спорта, в конце написано, игра, она закончится. И наоборот, вот сейчас ФИФА хочет через футбол соединить, объединить всех. Но, к сожалению, Украина и Россию – это неправильно. Мы в прошлом году на сборах были. Украинская команда не хочет играть с российской командой. Они позавчера играли, сегодня не хотят играть. Это неправильно. Это политики там свои дела делают. А наоборот, через спорт, футбол надо объединяться. Потому что руководители такие, понимаете? Руководители политизируют. Это неправильно. Спорт – это посол мира и дружбы между народами. Это, наоборот, через спорт мы должны объединять, через футбол. А политики вмешиваются. Поэтому я хотел бы, чтобы политики занимались своими делами. Не извиняюсь, вот сейчас король Марокко, да? Они же не верили своим командам. Япония, Сенегал. Почему на чемпионат мира президента не приехали? Почему они в страны Соединенные Штаты Америки? А потому что не верят. Потому что все, деньги дали. А если проиграть, умеют критиковать и так далее, и так далее. Это неправильно. Если хотите, поддерживайте до конца. А скажите, как вы думаете, Кыргызстан, власти Кыргызстана верят в своих футболистов? Верят в футбол? В победу? Да, мы в чемпионат Азии вышли, второй раз в истории киргызстанского футбола. И плюс, знаете что? Именно мне так приятно. Я вот, например, в 87-го году в футболе, да? Меня отец привел, мне было 8 лет. 78-го года. Мне 8 лет было. И вот столько президентов федерации футбола, сколько президентов страны. Ну как, Садом Иргачевич, вы прекрасно знаете, как раз он 14-15 футбол будет играть опять. Чтобы президент страны сам играет в футбол и обращает большое внимание детскому футболу и помогает федерация футбола. Это вообще здорово. Мы, сейчас у нас такое возможности есть, мы должны с этим использовать. И наша сборная, я не хочу сглазить, и сейчас вот Ю-20, они будут в Ташкенте играть в марте. Это финальная часть азиатского группы. Мы играем там, по-моему, Японии, Китая. Еще кто-то был, я забыл. И знаете, ребята надо верить. И позавчера, и вчера, когда лучшие игроки получали призы, я им сказал, вот Марокко, да? Вот эта маленькая страна, Сенегал. Когда футбол появился? Нашему футболу в прошлом году 100 лет было. 100 лет. Федерация футбола 30 лет. И мы должны достигнуть. И все необязательно такие условия шикарные должны быть. То же самое я видел в Ю-Вале, как босиком футболисты играют. Я то же самое видел в Нигере, на Ю-20, на чемпионат мира я ездил. И поэтому на сегодня какое условие есть, и какие есть условия для ребят, которые за границей играют. Мы должны выстрелить, в хорошем смысле слова, футбола. И мы должны выступить очень хорошо. Над этим полностью специалисты работают, начиная с президента Федерации футбола, заканчивая с студенческого комитета. Все в футболе люди. Вот этот меня радует. И в том числе, что радует, поддерживает сам президент Садар Нарвожевич Чапаров. Это вообще шикарно. И к каждой стороне так и должно быть. И мы, я чуть-чуть вперед не хочу идти, мы результат покажем. Посмотрите. Сегодняшний день запомните, мы покажем, дай бог. Да. И давайте мы в конце нашего разговора все-таки вернемся к Катару, вернемся к Марокко. Может ли дотянуть Марокко, скажем, до полуфинала? Нет, Марокко свою задачу выполнил. Ему тяжело будет играть с португальцем. Португальцы это европейские, бразильцы их называют, если вы их знаете. Поэтому, я думаю, он дальше не пройдет. Ну, говорят, что прогноз дело неблагодарное, но давайте все-таки вот скажите свой прогноз. Францию вы сказали, но скажем, вот Англия-Франция, значит, Франция, вы думаете, Марокко-Португалия-Португалия выйдет. Остальные пары? Голландия-Аргентина-Аргентина выйдет, Хорватия-Бразилия-Бразилия выйдет. И полуфинал? Ну, что надо дойти же. Но это тяжело. Понимаете? В футболе вот все думают, вот смотрите, они играли в своем сезоне, да? Вот это же впервые. Они все лето играли, они устали. Это живые люди играют. Понимаете? На третий день играют очень тяжело. Это травмы. Хорошо, такой жары нету в Катаре. Там кондиционером и так далее, и так далее. Люди играют. Давай играют. Это люди играют, это тяжело. На третий день восстанавливается, не у всех получается. Кто-то что-то съел, кто-то не восстановился, кто-то психологически не готов. Ну, дальше будет на прам попал. У кого как повезет. Потому что уже там уже тяжело что-то сказать. Потому что все команды равны. Для меня они равны. Ну, как лотерея. Да. Как получится. Да. Ну, спасибо вам большое. Мы пожелаем успеха командам. И мы всегда за хороший, красивый, зрелищный футбол. И в том числе мы, конечно, и за киргизский, за успехи киргизского футбола. Спасибо вам большое. У нас в гостях был председатель судейского комитета Киргизского футбольного союза, экс-ассистент реферии FIFA Бахадыр Кочкаров. Это было радио Азатых. Всего доброго и до свидания. С пражской студией с вами прощается Айну Раджик Шахзе. Спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok